Итак, что называют третьим глазом? Мы всегда говорили, «Шива откроет свой третий глаз и, если захочет, сожжет все сущее». Необходимо понимать, что это — диалектическая культура. Не стоит воспринимать все это буквально, логически. Всегда нужно читать между строк. К сожалению, люди начали воспринимать это с позиции логики, и все сильно исказилось. Измерения, которые нельзя объяснить логически, всегда сохранялись в виде преданий, чтобы донести их без искажений. Итак, когда у Шивы открывается третий глаз, он либо сжигает все вокруг, либо в его восприятии появляется ясность. Так что третий глаз — это не физический орган. Просто если ваши энергии достигнут определенного уровня внутри вас, вам откроется новая ясность восприятия жизни. Вы увидите все в совершенно другом измерении. Вы увидите разные аспекты. Это внутреннее око. Вы можете обратить взгляд вовнутрь или наружу. Эти глаза видят только то, что вовне. Нельзя закатить их, чтобы заглянуть вовнутрь. Не так ли? Третий глаз видит в обоих направлениях. Если вы хотите, то можете обратить взор вовнутрь, если хотите — наружу. Как бы там ни было, вы будете видеть жизнь за пределами обычных ограничений вашего восприятия. Ваше восприятие расширится за пределы физического. Вот что значит третий глаз. Почему он связан с определенной точкой на вашем теле? Шестое измерение из семи чакр называется Агна. Агна расположена чуть выше того места, где сходятся брови. С ней связаны три измерения. Эти три измерения по традиции названы в честь Шивы, трех разных проявлений Шивы. Но это три настоящие эмпирические точки тела. Если ваша энергия перейдет в них, ваше восприятие жизни изменится. Весь духовный процесс, каким бы процессом вы ни занимались, осознанно или неосознанно, в основе своей предназначен для перехода на более высокий уровень восприятия. Не так ли? Да? Можете называть это Богом, кундалини, йогой. Называйте, как хотите. Но в основе своей. Суть в том, чтобы поднять уровень вашего восприятия от ограниченного физического до наивысшей возможности. Так что, если ваши энергии сосредоточены в самой нижней чакре, называемой Младара, еда и сон будут самыми главными аспектами вашей жизни. Только еда и сон. Остальное не будет вас волновать. Если энергия переходит в свадиштану, вы станете искателем удовольствий, будете по-разному наслаждаться физическим миром. Если ваши энергии перейдут в Манипураку, вы станете деятельным человеком, который стремится к успеху. Если ваши энергии переместятся в Анахату, вы будете творческой личностью. Может быть, скульптором, живописцем, кем-то, кто ведет творческую жизнь. Если ваши энергии перешли в Вишудди, если они доминируют там, то вы источник силы. Не только физической силой. Люди могут быть сильными в самых разных аспектах. Так что это центр силы. Если ваши энергии перейдут в Агну, тогда у вас появится ясность восприятия. Теперь вы интеллектуально реализованы. Не в плане личного опыта и переживания, но интеллектуально. Вы достигли того, что жизнь не может вас потревожить, не может ничего с вами сделать, потому что вы реализовались интеллектуально, но все еще не испытываете экстаз. Вам неведом экстаз жизни, но ваша жизнь стабильна. Ничто не может вас затронуть, ничто не может вас потревожить. Вы достигли такого уровня. Существует много способов перейти от нижней точки Маладары до Агны. Столько путей. Миллионы разных способов достичь Агны. Но что касается перехода от Агны к Сахасрар, здесь не существует пути. Это переход без пути. Вот почему многие говорят только об умиротворении. Потому что они познали только это и не знают, что находится за пределами. Они думают, что на этом все, потому что нет определенного пути или способа как выйти за его пределы. Не существует какого-то определенного метода. Не существует никакого метода вообще. Человек может перейти от Агны к Сахасрар только когда будут отброшены все методы. Если ваши энергии коснутся Сахасрар, самой высокой чакры, вы погрузитесь в экстаз. Вы будете пребывать в экстазе безо всякой причины. Вам не нужен будет внешний стимул. Те из вас, кто проходили программу Бхавас Пандана, знают. Вы просто впадаете в экстаз. Ничего особо не происходит. Вам не говорят приятных комплиментов, вы не выигрываете в алтарею. Ничего. Вы просто в экстазе. Вас разрывает. Потому что ваши энергии достигли Сахасрар. От этой чакры до этой нет пути. Только когда вы доберетесь до Агны и откроете третий глаз и заглянете вовнутрь. Только тогда вы увидите, что нет пути. Можно только прыгнуть. Чтобы совершить прыжок в абсолютную пустоту, нужно быть либо сумасшедшим, либо кому-то доверять абсолютно, безмерно. Есть только две возможности для того, чтобы прыгнуть в никуда. Не так ли? Для этого надо быть либо сумасшедшим, которого не заботить, что с ним произойдет, или настолько доверять кому-то, что если вам скажут «прыгай», выпрыгните. Есть только две возможности. Так что третий глаз — это нечто, что дает вам абсолютную ясность относительно сути вещей и самого процесса жизни. Когда я говорю «жизнь», я не имею в виду проснуться, поесть, сходить на вечеринку — не эту жизнь. Я говорю о фундаментальной жизни, о вас, жизни как явлении, основе этого существования. Только когда вы ясно это увидите, то, как вы функционируете и как управляете своей жизнью, очень сильно изменится. Как только у вас откроется третий глаз, не то чтобы ваш лоб на самом деле раскрылся, ваше восприятие выйдет за пределы физического. Вы начнете видеть то, что за пределами физического. Вы слышали о таких школах, где ученикам закрывают глаза и таким образом развивают у них способность исцелять на расстоянии? Нет. Я знаю, что такие школы в основном пытаются развивать интуитивную природу ума. Но я не имею в виду ум, когда говорю про третий глаз. Ум способен на фантастические вещи сам по себе. Вы не исследовали даже малый процент возможностей ума. Люди не исследовали даже крошечную долю возможностей ума. Но они, закрыв глаза на какое-то время, пытаются развить интуитивное мышление. Например, у людей с нарушениями зрения остальные четыре чувства очень обострены. Не так ли? Замечали такое? Их возможности кажутся сверхъестественными. То, как они слышат звуки, как они понимают, что происходит просто по направлению звука. Это поразительно. Так что это касается развития определенной области ума. Чтобы развить интуицию, это другое измерение. Даже в Индии люди, которые хотят изучить астрологию, которые хотят научиться предсказывать судьбы других людей, они подолгу держат глаза закрытыми. И так учатся использовать ум определенным образом. Когда я говорю «третий глаз», я не имею в виду ум. Это не относится к обычному процессу мышления. Это совершенно иное измерение. Итак, как и любовь, меня не обогрели то судьбы,